шалом ничто не сравнится с миром так говорят наши мудрецы даже если человека окружает полная идиллия но в мире царит война и хаос наслаждение удовольствие от имеющегося у него он не получит перед своей смертью яаков благословляет двух внуков минаша ефраем первыми невзирая на то что у него были сыновья дочери но были внуки огромная семья он выбирает именно минаша ефраем объясняется это тем что минаша ефраем были уникальны в своем роде они родились в египте в мицраем все годы они были далеки от своего дедушки далеки от источника жизни от торы причем мицраем это была страна где царила и дала поклонство их отец был великий иосеф второй человек государстве мега олигарх сегодня невозможно сравнить наверно нет таких людей по состоянию богатство как если родились при дворе были вхожи в самые лучшие дома египта обычно дети которые вот живут такой атмосфере их очень сложно воспитать в духе традиции их тяжело вывести на правильный путь но минаша ефраем были полным исключением их отец привил им любовь к своему родному кроме светского прекрасного образования которое они получили им было привита еще любовь традиция и вот этот момент видит яков и он выделяет их из всех только потому что с них надо брать пример причем еврейский народ до сегодняшнего дня дошла такая традиция перед кедушом перед тем как мы делаем кедуш мы благословляем сыновей мы говорим я симха и луким кими наши в киев рай сделает тебя всевышний как ми наши и как эфраема на на века до сегодняшнего дня мы благословляем так своих сыновей потому что они были примером теперь почему какая причина как ему удалось это сделать написано что минаш и эфраем отличались от всех сыновей якова от всех его внукам возможностью жить в мире и сотрудничество один с другим редко бывает когда дети от полностью живут в мире между собой когда он кладет им руки меняя при этом правую и левую когда старшему он должен был возложить правую руку но он меняет их минаша и фраема в этот момент было уже за 20 лет они не могли не заметить они молчали ни один из них не сказал как ты выделил его не выделил меня даже не подумали только и усеев делает отцу замечание говорит папа ты ошибся причем его вот настроение чувствуется память он вспоминает как когда-то отец выделял его из всех что повлекло за собой ненависть братьев здесь данном случае два брата минаша и фраем остаются спокойными один из них говорит слушай брат ты хочешь быть старшим ты хочешь получить больше у меня нет проблем мы с вами замечаем насколько важны мир гармония нормальное сотрудничество между детьми между людьми между супругами между сослуживцами это только добавляет в общую атмосферу это поднимает людей и иногда делает исключением в ситуациях когда казалось бы такое невозможно наш праотец яков выбирает минаша и фраема потому что они пример когда между братьями есть мир и этот мир позволил им выжить в самых таких экстремальных условиях причем условия не бедности не страданий не трагедий а наоборот когда человек может утонуть в этом богатстве утонуть в роскоши и никогда не всплыть наверх не случайно все еврейские молитвы завершаются такими словами осе шалом бимрома в гу я осе шалом алейну в альколи сраэль бимромы делающий мир в высших мирах он сделает мир мы просим у бога сделать мир в нашем таком вот не всегда благополучном мире и над всем израилем и скажем аминь поэтому мы должны стремиться к миру просить у всевышнего этот мир потому что не всегда человек может достичь его без помощи небес шалом шалом